И так, мы идем в тот пласт ДНК, перинатальный период, где прописана вся кармическая информация о нашей жизни человека. Андрюха, ты уже там? Угу. Рассказывай, первая точка, где записывается вообще информация об этом деле, какие моменты, куда имеет смысл ходить, где больше всего углублятся. Вот там, что-то в ДНК надо углубляться, углубляться, потому что ДНК есть еще мельче, что в этом ДНК, и что-то информация. Она хочет материализоваться, и она материализуется вот в ДНК, в программах. Угу, ДНК как они следуют рисуются вообще? Ну, материальные, материальные, вот как книга. Тоже информация материализуется вот в слова. Смотри, сейчас я погружаюсь, и у меня возникают два пути передо мной, как разветвление. Один путь можно работать через материальные образы. Ох, сейчас, эти материальные образы. То есть, если мы берем какую-то метафору, например, метафору связи с клеткой, с методотворением и так далее, с рождением привязываемся к какой-то метафоре. Второй вариант, когда мы берем просто ДНК, именно само ДНК, одну клетку, и просто тупо углубляемся в нее. Ну, как лучше идти для того, чтобы больше, лучше ВНК выгрыбить? Угу, глубже. А? Глубже в ДНК. Глубже в ДНК в ДНК, да. Что-то, да, яйцеклетка – это уже материализация Души идет. Ага. А в ДНК как-то материализация программ каких-то вот прошлых. Да, там есть какой-то уровень, где они такие, да, как примитивные, мелкие такие кусочки какие-то раздеваются, и из них как подбирается уже программа, вот где-то на этом уровне. Потому что там даже не программа, как информация о программе. Ну, да. Угу, программа, да. Угу. Получается, что вот, если представить, что мы работаем, если индивидуально работаем, то вообще надо сразу ДНК. Угу, рисуется картина, получается, опять картины бежит, да. И там такие, как, этажи как соты, просто, все по сотам. Ага. Все по сотам. Угу. Угу. И там в зависимости от того, какой этаж гребешь. Угу. 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 что если гребьте массовый этаж это же общего плана да то есть грубо говоря мы если выписываем травма предательства да там травма еще какие-то это верхние этажи именно то что структурированы их можно влезти там как будто можно зайти с опыта души и на запрос опыта души будет максимальное количество травм собранной программ то есть это как такой базовый блок как будто из этого блока можно зайти это должно дернуть большинство у меня сейчас может вообще выкинуть но отключить потому что показывает что вот это мы еще страницу перебираем а типа откуда появилась информация в книге этого надо уже смотреть ну вот я вообще сейчас нахожусь потому что я как будто сверху смотрю на эти дороги и у меня если еще когда сюда шла у меня было представление как правильно вот выстраивать программу курсу и как работать по этим вот рэперным точкам да то сейчас я не вижу рэперных точек потому что ты смотришь естественно с другого уровня рэперные точки это уже приземление да то есть они нормально просто там надо просто выйти в какие-то моменты то есть не рисует как такая синусоиду то есть ты идешь идешь по низу потом раз хватаешь вот этот блок который сверху ты но который как бы запускает эти процессы опять возвращаешься вниз то есть знаешь как будто вот если прошиваешь два слоя ткани но как бы насквозь тогда это будет еще эффективнее но вот как бы вот эти наташа говорит соты они вот именно по запросам души там собирается типа такая это корзинка нужно пройти вот такой опыт значит как будто в днк активируются все вопросы по этому опыту почему не в одной сфере то есть ну это другой такой более комплексный заход и похоже что как бы для этого курса но можно только элементы использовать потому что но это будет на это немного другого то есть но это быть но если курс то отдельный там заход если сверху там надо структуру смотреть полностью а здесь эта структура на заземленные определенные можно чуть-чуть охватануть вот по задачам души и тогда но какие-то вопросы дополнительно откроются но что-то принципиально важно это отдельно у меня и ориентируется на то что я сейчас вижу мы сейчас больше вопросов чем ответа я вижу днк не явно подсвечивает на самой днк точки в которых хранится информация вот эта информация связанная с днк с кармическим нашим кодом и когда я задаю своей душе вопрос а как это развернуть на людей на большое количество одновременно чтобы мы могли синхронно проработать вот это днк активно у каждого разное и у меня сразу идет резкое всплытие вверх и говорят привязка к метафоре вот эти яйцеклетки она хороша потому что она привязывает чувственный план можете придумать другую метафору вот может быть вот сейчас мы можем еще такой метафору придумать более глубокую потому что под той метафорой вот там вот я сейчас вижу когда поднялась сплыва есть поверхностный уровень сплыва это вот метафора перезачатия и пошла вот это вот херня сейцеклеткой сперматозоидом до рождения а там под низ она как бы более плотная а под низом есть еще одна такая же которую можно использовать она более тонкая но она более информационно содержащий я не знаю это про что надо знаешь как будто вот это вскрыть вот если мы говорим как корс что-то это вскрыть сначала то есть это вот эту твердую часть играть а потом уже тоньше и глубже потому что это как раз таки тот стык когда ну то есть вот оттуда приходишь сюда условно до соединение все равно без этого пласта вот есть . первая . когда будет формирование игры она не включена туда но ее как будто не в самом начале нужно как будто ее в конце где-то нужно смотреть когда душа выбирает тело программное обеспечение вот этой точке там нету а они тут там поваленные моменты и ее надо отдельно смотреть потому что в ней душа закладывала и на и многие игры ну под под кармические задачи на формировала и его тоже личностная программа и здесь еще очень важно посмотреть что ли как типа как характера души то есть то что ну то что мы называем характером и от этого будет зависеть ну сложно снести или там откорректировать очень много прям блоков не то что программа то есть они как будто она показывает что как будто не выключается вот эти вот где днк подсвечены уже готовы на активацию программу или активированная а это просто как будто обесточиваешь целый блок он даже надо после того как мы прошли вот этот вот сын после того дать вот эту точку и перед поселением вселение души вот этот жну перед ней то есть потом только вселение души поэтому 8 поэтому нарисовалась что 8 8 надо поставили блок что у него что видишь что видишь не понимаю спроси совет с чего начинать с каких точек лучше начинать вообще с какой информационной проработки лучше начинать и чем заканчивать и как приводить баланс что от самого проявленного от самого проявленного ну вот как вскрытия как вскрытия на балансировки чем делать с концом это поднимем безумное количество программ просто там пластов несет целый что там прям другое измерение выкидывает вещи да там выкидывает человека совсем другой формат развития событий тебе тяжело что не могу ничего не понимаешь кажется обычный человек может с у нас там сойти от непонимания что что делать что-то там как правило вообще нет больше дальше я буду овощей я не понимаю ничего потому что здесь эту структуру нужно оставить за землей на лишь говорю так потому что действительно люди вынесет просто вот эту добавить точку или будет на начальном этапе достаточно а потом вот этот класс сейчас вот андрей там потому что структура рассыпана или нет ну как она есть но она рассыпана то есть ее надо конструировать от чего как бы непонятно отталкивается там тоже есть структура там надо чуть выше поднять но в этих вибрациях то есть народ просто вынесет это надо последующую делать ну какой-то ты сначала самим сходить туда решается потом как-то собраться как будто там разнесло по всему по космосу а потом как там в точку собрать вот я сейчас поднялась этот слой в реперную точку залезла в реперной точке это получается вообще кони скачут блин до первобытного общинного строя там но самое интересное что это лежит блоками структурировано то есть однотипные решение программы лежат очень круто структурировано то есть если ты смотришь ты смотришь сразу весь блок вот это вот где где все рассыпано где андрей говорит там можно расставлять маяки то есть ты двигаешься как как в океане примерно очень похожий такой то есть кажется что там нигде нету перед берега есть это горизонт можно расставлять такие маяки как бы между ними выстраивать смотри если если мы снесем вот эту верхнюю часть то есть шанс что следующий слой просто поднимется и он выйдет на уровень чувств потому что пока единственное с чем мы можем связать вот эти информационные пласты честь чувствами даже с ощущениями тяжело только чувства там контакт там очень тонкие вот эти вибрации то есть мы через чувства можем только это брать все это не кончается коллекция то что ты говоришь но это тоже касается коррекция души поэтому скорее всего вот эти защитная программа сразу не дадут туда пройти именно если человек но пришел на курс то есть он он просто туда и ну максимум заснет там или голова заболит то есть коррекция на уровне душе это следующий этап все туда прыгаешь но то есть ты будешь форматировать душу да то есть она вот это тоже я говорю я слышу как пошел резонанс на тоже еще не душу тут идет вообще это называется пока ломиться туда где еще и до конца не расшаривали туда даже нет туда даже не интеграция там видно показывает как если уже показывает значит можно туда ходить и расшаривать информацию там даже стоят уже некогда такие как столбики как колышки просто они стоят как будто до определенного момента ты знаешь вот когда ходишь да это самое потом бросаешь следующую останавливаешься и до него доходишь как по болоту вот как люди ходят ищут кочку на нее перепрыгивают дальше с этой кочки еще то есть или с этого верхнего пласта под это точечное углубление с изменением точечных программ вот тоже вот эти вот углубления они тут точечные на этот слой надо там еще там очень интересно озеркалит рептилка вот эта рептилка что мы сейчас разбираем она как будто самом низу шара а есть условная рептилка души которые на самом верху она как будто отражается и там как есть какой-то ритуал для души типа разговор чтобы она типа дала доступ на изменение она она по-любому дает но очень интересный момент что там тоже есть свои ритуалы очень интересные но как бы такими на таком не знаю духовный ментальном уровне на то есть ты оттуда как заходишь там такой командный центр а вот папа этим базовым штуками тогда уже заходишь код души и корректируешь ее то есть тогда вот у нас сливается получается высшее я и даже личность участвует то есть все три структуры направлены на вот форматирование коррекции души очень интересно то есть она ну тут прямо на вот такой подъем я могу сама себя корректировать то есть очень интересное слышишь ты сидишь крутой чтобы чит коды будут лежать через эту штуку вот то что я все время искала что не может быть чтобы симуляции не было чит-кодов они должны быть это очень здесь выход и здесь да да естественно говорит что вот наконец понятно для чего вот эти вот там и личности выше я еще как будто есть две или три структуры про которые мы постоянно проскальзываем на них не обращаем внимание то есть они все участвуют не то что душа повела непонятно какую куклу а теперь они все задействованы не только вот так можно ее откорректировать то есть это очень интересный момент то есть пока вот этого сознания нету действительно вот это вот а делу этот с куклы этот папе ты пошел с ней там развлекаться когда уже идет формат души они все эти части как как будто более осознанно то есть но каждая из этих частей как будто на одном уровне и они уже как объединяются в какую-то систему которая может сама себя корректировать там прям вообще привод ухты прям вот блин я сейчас зависла вообще тогда получается что это ресурса просто не хватает антону ташку схвати за руку хотел . сама такая же . анташка сама такая же ресурса не хватает андрей выпал андрей выпал мы через андрея просто вы подпитали у меня вообще картинка что оттуда вот если человек хочет орган все какое-то заново отрастить что все оттуда выйдет вот это чит-кода я про это и говорю дорога туда идет вот она четко туда идет и там можно доставать как туда найти лаборатория вот это так очевидно давайте сразу что-нибудь интересное были случаи когда кто-нибудь палец отрастил там типа возможно но не было был и зубы растили-восипом случайно отступать канцера стили конечности даже Случайно, потому что неосознанно, а так люди были какие-то. Смотри, если вот сейчас получается, вот первый слой, дай, вот логика для нее работает, это надо куда-то в структуру положить. Если мы первый слой можем брать, просто привязав тупо, вот мы соединяем чувства, мы сюда можем добавить 5 каналов восприятия и какие-то суммарные сигналы, какой сработает тут прекрасно. И пройти по метафоре, тупо. В каких-то местах у нас возникнет резонанс, и мы часть сверху убираем. Это только часть сверху, только на резонансные программы. Через это мы сможем выкрепить. Потом у нас получается следующий уровень. Вот этот следующий уровень, мы можем в него из определенных точек, я пока не знаю, каким образом будет определяться эта точка, это не обязательно рэперная точка, и она у каждого будет своя, есть возможность, как пронизать второй вот этот вот слой, сносить его целиком, хер получится. Но через вот это точечное мы можем выйти вот над этот вот уровень, уже о котором говорила Наташка, и там есть кодировочные настройки. Вопрос, как это делать теперь практически? Что надо сделать человеческим? Зато индивидуально, у кого устойчивая психика, можно так взять. Это очень индивидуально, потому что должны быть раскачаны личности, высшие я, и надо посмотреть, что это еще за структурой дополнительной, а условно оно почти до уровня души. Да, 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 мы туда вломаемся. Получается, что мы через генетику доходим до уровня души. Мы проходим его, да. Да, то есть это разные слова, если будут генетические, они как двери, то есть ты можешь даже как порталы настроить, как бы на… То есть у них заданные есть параметры, и ты их можешь немного перенастроить, но в общем все параметры уже есть. И ты как будто через них можешь заходить вот на этот уровень, как будто на разные точки этого уровня. То есть они не как ни вот этот уровень, про который мы говорим, базовый, да, где соединяется материально, он как идет, как пласт. А там они как будто такие, как, знаете, как островки, которые в воздухе висят, вот как типа Марио, чик-чик-чик вверх. Вот так вот, то есть они все на разном уровне, и в зависимости там от каких-то параметров, то есть ты можешь перемещаться между этими островками. Причем они очень интересны, они не так не линейно вверх, а просто функционально в разные стороны. То есть и коррекция может, ну, с каждого уровня производиться настолько, насколько это сейчас возможно. И потом как будто, вот допустим, ты проходишь все эти островки, и оно как в какую-то другую структуру перестраивается. Не объединяется, а принципиально перестраивается в какой-то, как будто другой механизм. И вот даже душа там, допустим, она приобретает как будто более, ну, с нашей точки материальную, но вообще как будто более другую структурно, структуру другую и функцию другую, которая вот зависит от этой структуры. Вообще непонятно пока где, то есть она как такое идет, как пульсация расширения, потом такое сжатие, расширение, сжатие. То есть она как, вот почему тебе заходят метафоры эти клетки, потому что оно как-то, ну, по метафоре, ну, вот по картинке очень похоже. Обращенное время. Обращенное время. Да, по вселенной такой получается. То есть, ну, по сути, такой типа рождения вселенной, да, но там как вот эти информационные потоки, коды, вот они прям бегут, 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 то есть там какая-то, ну, меня уже не охватывает. Это смешно, что это на три. Вот это рождение на яйцекле, ну, яйцекле к асперметозоиду, это как макет. Ну, да, да. Оно макет, но когда Наташка говорит про метафору рождения вселенной, рождение вселенной по частоте и по информативности, оно ближе к уровню души. Вот какие-то метафоры, связанные со вселенной, можно использовать вот для прохождения второго слоя. Оно просто откликается частотой. Оно не вибрирует с физическим телом, но оно вибрирует на этом уровне. Там метафоры можно использовать для того, чтобы вот этот кусочек пройти. Оно с тонкими телами. С тонкими телами на столе перед другая. То есть там надо будет подумать, какую метафору зафигачить, чтобы разрывать его физическим телом. Там как идет, вот подсказывают, типа как расширение территории, вот территория, земля. То есть вот то, что у каждого насколько может охватить, вот типа до горизонта, да. И дальше как бы как фантазия включается. То есть, ну, это вот как у каждого свой вот этот вот кусочек, который он может увидеть, как зрение как будто настроено, да. И еще чуть-чуть, как вот твои барачки, да. Сколько еще достраивает воображение. То есть достаточно расшириться вот на эту площадь. Вот площадь здесь подходящая метафора. То есть она плоская, это как плоская земля, типа на слонах. Но через нее можно зайти, потом выстроить геометрию шара. И уже точечно вот эта вот геометрия шара дальше заходит. И дальше уже на расширение, где уже в принципе эта геометрия не нужна. Потому что она там работает, геометрия, но она многоплоскостная. То есть туда уже не всех выпалит. То есть она там... Все, девчонки, у меня перитоз, я хапанула на неделю, с меня хватит, пошли на улицу. Андрюха, ты живой? Угу. Нет, не выходи, пока повесе. Я сейчас выйду, да спрошу чего-нибудь. Я, правда, не знаю, где я, где-то ли твое. Блин, ну как ставите колократный ресторан. Она принесет вас как-то много. О, блин. Я так, не хочу.